Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы сказать, это то, что вы описываете ситуацию, при которой женщина ведет себя, ну, грубо говоря, в грани неоднозначной, скажем так. То есть она ведет себя крайне неоднозначно, она ведет себя не так, что можно было бы сказать, что у нее нет чувств, она ведет себя не так, чтобы можно было бы сказать, что у нее эти чувства есть, то есть она сама создает, грубо говоря, определенную двусмысленность. Вот. И это, в свою очередь, побуждает меня сказать о том, что, по всей видимости, значит, действительно какие-то чувства у нее есть, какая-то привязанность к вам у нее есть. Другое дело, что, скорее всего, видит она вас не так, как вам это бы хотелось бы, не так, как вам этого, как вам это видится. Да. Вот. И она видит вас, скорее, не так, как вы вообще готовы принять, в принципе. Вот. Почему? Потому что, это, со своей колокольной на вас смотрят, а вы, естественно, со своей. И тут, как бы, вот, такой происходит диссонанс. То есть, то, что у нее есть, какие-то чувства к вам, это совершенно точно, но, на мой взгляд, вы упускаете из виду тот факт, что у человека может быть как профессиональная амбиция по отношению к вам, да, то есть, желание, желание, чтобы у вас все было хорошо, желание, чтобы вы, к примеру, реализовались, желание, чтобы вы раскрыли свой потенциал, если она считала, что он у вас был, да, то есть, возможно, какая-то симпатия к вам, безусловно, есть, вот, но, так или иначе, говорить о том, что она сможет когда-то это раскрыть и когда-то в этом признаться, ну, я бы не стал, потому что, собственно, очевидно, что, особенно, с учетом того, что у нее есть женатый мужчина, да, с которым она находится в каких-то отношениях, мне кажется, надеюсь, на это не стоит, да и вы сами, по большому счету, вот, просто подумайте, вот, у нее, допустим, есть чувство к вам, ну, берем, самый идеальный расклад, у нее есть сам чувство, но она при этом крутит отношения с другим мужчиной, женатым мужчиной, да, плюс она разведена, то есть, как бы, явно у человека, ну, не самый хороший опыт выстраивание отношений, да, явно у человека, не совсем удачно складываются отношения, ну, вот, мне кажется, что это очевидно, вот, и, соответственно, исходить нужно именно из этого, на мой взгляд, вот, значит, по крайней мере, по крайней мере, исходить нужно именно из данных аспектов, вот, но я совершенно точно знаю, что какие-то чувства у нее есть, другое дело, что она в этом не признается вам никогда, но я надеюсь, что вы для себя этот момент зафиксируете, потому что он совершенно очевиден. Дальше, значит, для того, чтобы адекватно понять и оценить вашу историю, то есть, мы же здесь все-таки работаем с вами, мы здесь работаем, мы работаем все-таки именно, ну, мы работаем все-таки с тем человеком, который обратился к нам, да, мы не можем, как бы, работать с, вот, ну, непосредственно с третьим лицом, да, то есть, это было бы, наверное, непрофессионально, очень, с точки зрения психологии, вот, поэтому, в первую очередь, хочется сказать вам, да, вот, именно вам хочется сказать, что, если, вот, будучи еще в школе, вы влюбились, значит, в своего преподавателя, то, скорее всего, значит, ну, это именно влюбленность, да, да, то есть, это именно, вот, именно влюбленность, то есть, это не любовь, как такова, и, если это влюбленность, то влюбленность это всегда в некоторой степени идеализация. То есть вы, грубо говоря, идеализируете вот эту женщину, то есть наполняете ее тем значением, которое вам нужно, которого вам, ну, не хватает, не хватало, не хватает, вот. И здесь, конечно, нужно исследовать ваши отношения, в том числе и с родителями, вот, потому что чего-то они вам, наверное, не додали, раз у вас возникла такая вот реакция, причем на женщину, на женщину, которая старше вас, на 30 лет, да, то есть это означает, что, скорее всего, вы ушел со своей мамой, вы не в самых худших отношениях находились и находитесь, вот, вам чего-то не хватало от мамы с одной стороны и с другой стороны, вы должны, как бы, иметь тягу к женщинам по старше, а ваш текущий партнер, он тоже значительно вас старше. Вы обесцениваете свою собственную, чувственную, эмоциональную составляющую, вот, обесцениваете ее, тяготея, соответственно, к более взрослым аспектам, вот, и здесь, с одной стороны, вы вы должны оставаться в этом смысле незрелой личностью, потому что вы видите в партнере своем, вероятно, родителе, вот, либо вы обесцениваете детскость, и, соответственно, значит, обесценивая детскость, вы идете не по тому, совершенно, пути, который, ну, вот, должен быть, вот, это определенный конфликт, конфликт. По поводу идеализации человека, по поводу того, что вы ее идеализируете, опять же, вы, эээ, здесь, в этом смысле, эээ, наполняете ее какими-то своими желаниями, но не, ээээ, избегая при этом собственной личной ответственности, эээ, за, эээ, ну, за себя. О, к сожалению, к сожалению. И в этом смысле все достаточно негативно складывается для вас. Потому что второго партнера вы, по всей видимости, воспринимаете исключительно, эээ, в качестве замещения, эээ, вот, человека, о котором идет речь в тексте, эээ, вот, и, эээ, мне кажется, что, эээ, ну, если это так, да, вот, эээ, если это так, что это неуважение, к ээээ, к себе и к партнеру. Вот. А что вы его оскорбляете таким образом. Вот. У вас здесь есть противоречия. Вы пишите, что вы любите ее очень-очень сильно, вот, своего, своего текущего партнера, но при этом у вас, вы пишите, есть влюбленность в другую, другого партнера. И, вы пишите, что вы не испытывали, эээ, того, с тех, эээ, вот, то, что вы испытывали с тех, вы не испытывали никогда. Вот. Что-то с этим, опять же, нужно исследовать. Вот. Ну, наверное, наверное, эээ, в принципе, ваши проблемы к этой женщине, все ваши чувства к этой женщине, нужно исследовать, как и противоречия. Вот. Такая вот эта история. Вот. Вот, в принципе, эээ, что касается того, что вы вот спрашиваете, да, помогите понять, зачем, чтобы что. Вот. Ну, скажу, опять же, вот пойдём по самому ... ну такому, ээээ... самому, оптимальному я так полагаю для вас, ээээээ ... вариант. Да. According to the request streamer, если у нее есть действительно к вам чувство. Вот у нее к вам чувство есть, да, что вы делаете, что вы делаете, ваши действия. Как насчёт того, что у вас есть уже партнёр, и вы его, как вы говорите, любите, и, в общем-то, ну, наверное, хотите с ним быть дальше, что-то, понимаете, какая штука, вот, противоречие, противоречие, ну, как вообще можно было начинать новые отношения с, значит, с кем-то, да, если вы чувствуете влюблённость к кому-то, насколько вы относитесь к себе, насколько вы уважительно относитесь к себе, к партнёру, можно назвать это любовью, и самое главное, это, что, как бы, что вы, по сути, не завершив одни отношения, вступили в другие, то есть это продолжается, продолжается ваше, в этом смысле, не свобода и созависимость, вот. Я полагаю, что, возможно, только возможно, что вы имеете, скажем так, такие, немножко психотические, всё-таки, личности, это восстанавливается в каком-то наставнике, в каком-то ориентире, вот, возможно, из-за недостаточно явной, недостаточно яркой и сильной фигуры матери, либо, там, обид на неё, либо её холодности, либо, там, наоборот, чрезмерной заботе, да, когда человек чувствует, что он, его прямо так и душит, то, что, то, что, вот, ну, то, что делают родители, его душат, в буквальном смысле слова. Вот, вот это, конечно, тоже вполне всё имеет место быть, может иметь место быть, вот, значит, также вы ничего не пишите о том, как, какие трансформации проходили ваши чувства, то есть, через какие изменения проходили ваши чувства, да, то есть, вот, ну, что это были за чувства, вот, то есть, что они эти чувства из себя, например, представляли, ну, вот, то есть, это вот такая тоже достаточно важная история, на мой, на мой взгляд, на мой вкус, и её нужно тоже разобрать эту историю, потому что, как на ней видится, как бы есть такое, такое вот, прямое, прямое, прямое влияние, значит, того, что было тогда и того, что происходит сейчас, вот. А, в целом, если говорить в целом, то, вполне вероятно, что вам нужно перестать человека идеализировать, в этом, опять же, может помочь психолог. В целом, вы можете использовать разные средства для того, чтобы, ну, вот, как-то освободиться от этого чувства, не, опять же, тут, в этом смысле, вот, непонятно, чего вы хотите, чего вы хотите. То есть, вот вы говорите, просто помогите разобраться в её чувствах, чтобы что? Разобраться в её чувствах, чтобы, чтобы что по итогу, чтобы что по итогу было, например. Ну, вот, то есть, это, на мой взгляд, это очень важный момент. То есть, это не запрос разобраться, ну, в чувствах кого-то, да, разобраться в чувствах кого-то, это не запрос, разобраться, это не может быть запрос вашим, потому что на вас подобная история, ну, не влияет никак. Лично, лично на вас подобная история не влияет никак. То есть, в этом смысле нельзя говорить о том, что есть у вас чёткий-чёткий запрос. В этом смысле нельзя говорить о том, что у вас есть, прям, вот, чёткое понимание, да, с того, что вы хотите, от нас, например, от психолога. То есть, это, это примерно, вот, такой момент, и я надеюсь, только, что вы его, вот, для себя, да, я надеюсь, что вы для себя этот момент определите. Вот, вы можете также, в принципе, встретиться и с ней, и обо всём поговорить, получше её узнать, потому что, как я понял, толком вы с ней никогда не общались один на один, ну, кроме того, что вы уже повзрослели, да, и, скорее всего, она не такая, какой вы её себе представляете, и вам нужно это узнать, тогда всё естественным образом завершится. Ну, вот, сделать это можно абсолютно, ну, абсолютно безболезненно, да, потому что, ну, как бы, это нормально, это нормально, что вы, например, хотели бы с ней как-то, вот, пообщаться. Таким образом вы могли бы завершить свой гестант, таким образом вы могли бы перестать, эм, что-нибудь и катеть. Ну, вот, ну, очень важно понимать, для чего вам её образ, то есть, то, что происходит, для чего-то вам нужно. И вот, если этого не понять, да, если в этом не разобраться, то есть большая вероятность того, что вы не выйдете, вы не выйдете из, эм, образа своего, так как вы не выйдете, не выйдете из идеализации, потому что, ну, в правдивном случае, вы просто лишитесь того, что вы сейчас, что вы получаете. И вот, если вы, например, перестанете её идеализировать, да, то, по факту, больше такого чувства вы не испытаете. И совершенно непонятно, готовы ли вы его чем-то заменить, это чувство. Понимаете? На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.